Штрафы Додона это верх цинизма, когда во время эпидемии, во время пандемии коронавируса в мире, в Молдове, одни из самых больших в мире штрафы. И вначале я думал, что власти хотят просто тупо на этом заработать, чтобы этими же деньгами выплачивать пособия тем, которые потеряли работу. Тем, кто находились дома все это время. Оказывается, штрафы были безумные, которые не соответствуют средней заработной плате в стране, потому что кто-то хотел очень сильно напугать для того, чтобы потом кого-то взять и спасти с барского плеча. Для того, чтобы выйти потом с барского плеча и объявить об амнистии, что он человек, который заботится о собственном народе. Вы понимаете, если штрафы были, например, в тысячу лет, люди бы платили бы и платили. А так, как с той бабушкой пенсионеркой? Додоновцы ее оштрафовали. Депутаты же Додона, когда увидели, что ночью еще контакт этой пенсионерки в Кишиневе, которая хотела выброситься с окна, сразу же пришли по поручению Игоря Додона и оплатили. И тут выйдет Додон на всю страну и скажет, вот каждый из вас должен был заплатить по 22 тысячи 500 лей. Кто-то оплатил, кого-то не было. У тех, у кого не было денег, я, царь Додон, выхожу с идеей о мамнистии. Представляете себе, то есть он спаситель страны. Игорь Додон, да, я оплачу штрафы за администраторов рынков, за водителей троллейбусов. Но ты, Додон, мы тебе найдем работу, в какой бы ты стране мира ни находился, Додон, мы тебя трудоустроим, и ты будешь работать и возвращать эти деньги. И ты будешь платить штрафы, в том числе вернешь деньги тем людям, которые их оплатили. Потому что, да, я понимаю, что тебя трудоустроят в Молдавии, ты не согласишься. Тут, Додон, мы не сможем быть в порядке с лукой, как лукой, за боецей на 902, и у многих политических странах, которые, по 15 миллиметров лет, и, по-настоящему, не против, и, по-настоящему, не против, и, по-настоящему, не против, и, по-настоящему, не мерить в различных ситуациях. Додон, да, Додон, то, ну, 50-минвозди ранжеза саларио, дюн медик, саудиосоры медикала, саудиоинфермиера, касайдел украд, Додон, доу зездианька санторщица эти, амензели, тезбани напой. Если мне даже понадобится, и я пойму, Додон, что за тебя дорого дадут, например, в клубе в Турции «Голубая устрица», и я увижу, что этих денег хватает для того, чтобы вернуть людям все деньги, значит, продадим тебе Додон в «Голубую устрицу». Я не буду ждать, чтобы ты там прошивал за 150-200-250 лей в день, как это «Ажаку Мунисеск о молодцеми делами инденсары».